Доброго здоровьицы! Я вернулся, был на Куликовом поле, а вернее это музей Куликово поле пригласили меня для проведения у них такой праздник в Епифане. Епифане это населенные пункты рядом с Куликовым полем, в котором есть музей купечества, быта и там как раз был праздник лука. Я делал там луковый суп, много конечно снял, но сейчас я поговорю с вами о ваших отзывах. Ну начнем с таких простых вещей, например Ирина Баранова спрашивает, чем отличается поза лотоса от седения по-турецки для организма? Ну практически она сильно не отличается, по-турецки так по-турецки, просто в позе лотоса более правильное положение, более правильная траектория спины, позвоночника. Потому что по-турецки можно там спину округлить, а тут спинка прямая, поэтому если по-турецки вы будете садиться, то спина должна быть у вас прямая. Коленки особо не задирать, если вы не будете задирать особо коленки, то у вас просто-напросто будет поза полу лотоса. Ноги когда не скрещиваются так, а просто одна за другую полу лотоса нормальная поза и практически все цветы в ней работают. Потому что в ней можно гораздо дольше сидеть, не уставать, ничего не затекает. Так что отличия конечно малые, я кроме что думаю в позе лотоса там более, как бы сказать, лучше завязана энергетика. То есть она как раз идет по округу и не рассеивается. А при турецком сиде, ну какие-то минимальные потери могут быть, но это не существенно. Главное, чтобы у вас спина была прямая и задняя поверхность бедра хорошо прилегала к полу. Тогда вы будете долго сидеть и она будет более физиологична. Остальное все можно опустить, там энергетики и прочее, прочее. Так, цель воздержания. Лимонный сок, говорят, сильно расширяет сосуды и вены, сильно вымывает кальций. Говорят, опасно для костного каркаса. И можно лепить лимонный сок при бескаменном хроническом холистиците. Обычно лимонный сок используется в редких случаях. Используется циклом и постоянно его не пьют. Я, конечно, видел людей, которые едят лимоны. Я, например, лимоны не могу уже есть. У меня сразу же оскомы на зубах. Поэтому лимонный сок есть, так называемое лечение лимонным соком. Его используют там непосредственно для конкретных случаев, там растворения камней, кальциевых, или еще что-то там в желчном пузыре, в мочевом пузыре. Но это все делается курсом. Об этом можно почитать в моих книгах или в других. Так. Лис Лисицын по методу Бутейко. От кислородного голодания страдает мозг. Это говорит о том, что о чем я говорил. Лис Лисицын совершенно в этом не разобрался. Еще разок повторю. Не в укор там кому-либо, а объясню. Оказалось, для того, чтобы хорошо усваивался кислород, и в том числе клетками головного вуза, должна быть определенная концентрация углекислого газа. Чем эта концентрация углекислого газа, это уже там закон они там вывели, физиолы, выше, тем лучше связывается кислород. Чем меньше углекислого газа, когда мы вымываем его там, когда волнуемся, тем он хуже связывается. Поэтому во время дыхания, как его нам рекомендовал Константин Павлович Бутейко, происходит именно лучшее связывание кислорода. Плюс расширение сосудов и расслабление. Вот что мне понравилось. Раиса Аврамовна, спасибо вам, что вы были с нами во время перестройки. Ваши книги мне помогли выжить и оздоровиться. Читайте мою библиотеку «Основы здоровья» и другие книги, уже специальные учебники по тематике, потому что настанут, они уже настают эти трудные времена, когда эти знания помогут вам выжить, выжить вам, вашей семье, не потерять там деньги, понимаете, когда что-то случится, и вот-вот-вот случилось что-то, ага, в срочном порядке что-то надо делать. Чтобы вот такого срочного ничего не случалось, то, что вы не контролируете, особенно со здоровьем, здоровье свое вы можете прекрасно контролировать, только какая-то авария и травма, это вот может быть такие, какие-то случайности, будем говорить. Все остальное здоровье вы можете прекрасно контролировать, поддерживать на том или ином уровне, который вам приемлем. Лично я, вот вы видите меня, вот такого, мне мой данный уровень здоровья нравится, надо поднять его больше, я, значит, просто-напросто больше времени буду этому уделять. В данном случае я уделяю ему столько времени, чтобы я занимался и другими делами. Точно так же и вы, в распорядках дня вы можете это все отрегулировать так, чтобы вот этот здоровый образ жизни и различные мероприятия вам не мешали жить. Потому что есть такой образ жизни или такое лечение, которое вообще только раз, вот этим только и занимаюсь. Это тоже не дело. Поэтому изучайте, изучайте. Я, по примеру Задорнова, он собрал библиотеку для бесплатного там пользования, оставил где-то, ну это там, я так понял, книги. А это вот она, интернет-библиотека. Я, конечно, могу еще там как-то там и свои книги вставлю, и я мог бы вставить и чужие там книги, но это уже нарушение авторских прав. Я с вами. Я с вами. И как человек, который собрал и систематизировал. Вы знаете, вот есть много людей, которые собрали вроде знания, но не систематизировали, не привели его в какую-то систему, и не в такую систему, что система вот только это моя, и я вам рекомендую свою систему, как, допустим, там, а, дыхание по бутейке, дыхание по стыльнике и так далее. Я вам рекомендую такую систему, в которой все эти методы, как инструменты, которые вы берете для того, чтобы сделать ту или иную оздоровительную работу. А именно так подышать для того-то, для энергетики. Так подышать, допустим, ага, расширили сосуды, ага, допустим, поголодали там, очистившись, поприменяли противопаразитарные средства, чтобы избавиться там от паразитов. Ага, работаете с индивидуальной конституцией для того, чтобы сохранить свой жизненный потенциал дальше, на долгие годы. И это все не моя система, а ваша система. Вот в этом самая большая сила. Это ваша индивидуальная система. И я описал, как ее сделать. А вот это вот, увы, никто не описал. Ну, насколько я знаю, для европейцев. Спрашивают, вот метод Бутейко, я сидел там в позе лотоса, обязательно надо так садиться? Я так точно не смогу, у меня физиологически так не получится. Это Елена Мартинес пишет. А я как раз там и в статьях там, и сам Константин Павлович Бутейко там подчеркивает. И я об этом говорил уже. Просто-напросто вы садитесь на стул, а спина прямая, все. Чтобы вам было комфортно сидеть, чтобы вы могли работать, не думая, чтобы вам спину не ломило. Прямо сидеть, все. Это так я уже сел, как бы сказать. Так, вы сказали, опять-таки, Елена Мартинес, пять раз в день. В какое время? После сна или перед? После единицы. Ну, вот если почитал человек, у него не было вот таких вот вопросов. Проснулись, сделайте. Перед сном, ну, примерно, перед сном лучше всего где-то, наверное, все-таки за часик сделать, потому что может быть возбуждение какое-нибудь. Ага, сделали. За час до сна. Естественно, задерживать там дыхание на полный желудок, это довольно-таки утомительное занятие, поэтому дыхательные упражнения все делаются до еды, до того, как будет полон желудок, чтобы диафрагма у вас сходила, чтобы вам ничего не мешало дышать. То есть до еды. Уфас Фор Зе Планет. Так, на мои грибки, которые нас едят, скорее. Пропил эфирное масло чайного дерева, органическое. Одна капля на чайную ложку льняного масла три раза в день до еды. Решил так побороть папилломы. Все папилломы остались. Положительных эффектов замечено не было никаких, но получил сильнейший сбой пищеварения, запоры, боли в кишечнике, боли в районе желчного, восстанавливаются два месяца, бифидобактерии, ферменты, гипобены, отваровца. Вот такие спецэффекты. И при приеме сразу появилось такое неприятное ощущение в теле, как бы говорящие, но не надо, не делай этого. Пренебрег интуицией, умным решил пройти курс 21 день. Бам! Опыт бесценен, мир. Я ответил, что я с льняным маслом особо не работал с маслом чайного дерева. Тоже это особо не работал. Слышал, слышал. Ну, поэтому ничего не могу сказать. Но вот судя по тому, что случилось, и если, как бы сказать, вот я уже об этом говорил, важно понимать, когда идет кризис, а когда идет ухудшение. Кризис, как правило, ухудшение здоровья в течение двух-трех там, ну, пускай недели, бывают такие кризисы, но от таких вещей не бывает. То есть это обычно при каком-то серьезном заболевании идет мощное перетрухание организма. А когда вы просто от паразита избавляетесь, ну, такого обычно не бывает. То есть пошло явное ухудшение, и человек его просто-напросто продолжил, дабы понять, что это там такое. Различайте ухудшение от чего-либо, от кризиса, который бывает временно, и который свидетельствует о том, что вы правильно действуете, и дело у вас идет на поправку. Вот Людмила Науменко написала, что вы можете посоветовать по поводу задержки месячных у девушки 22-х лет. Врач назначил ей гормоны, но когда пропивает их, то месячные не приходят. Сейчас уже так полгода нет. Думаю, это не есть хорошо. Врач говорит, что яичники не вырабатывают, чего-то. И нужно помочь гормонами. Подскажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Вот смотрите, здесь простой здравый смысл в первую очередь должен быть. Девушке 22 года, если до этого все было нормально, а потом, кто как, как говорится, бац, и они прекратились. Надо просто-напросто время свое отмотать хотя бы, ну, пускай там на полгода назад, до этого случая, что было? Были там какие-то эмоциональные потрясения? Чем она занималась? Может, она там занимается сыроедением там. Чем она занималась? Что, как правило, если они были, то должен случиться, значит, какое-то потрясение, в основном, будем говорить, это эмоционально, либо же это, этот фактор, будем говорить, вот внедрение сухости и холода в организм в результате, ну, допустим, того же сыроедения. Когда человек занимается, в холодное особенно время года, это все происходит, значит, сухость и холод в первую очередь, значит, прекращает вот этот вот процесс. Вы понимаете, в чем дело? То есть причина. И зная, вот уже так просто исследуя себя, что это за причина, можно уже что-то рекомендовать. Ага, если там эмоциональное потрясение, это одно. Если это, допустим, рубали от питания, там такого, которое высушивают, это другое. Если там был голод, это было там третье. Если там еще что-то там было, такой там длительный какой-то пробег, или промерзло. Ну, огромное количество причин. Это третье. Вот. А если просто-напросто их не было, и тогда, вот смотрите, врач назначил гормоны, но когда пропивает их, то месячно не приходит. То есть они и гормоны не действуют. Врач говорит, что яичники не вырабатывают чего-то, и нужно помочь гормонами. То есть если они, яичники, да, это все вырабатывали, а потом перестали вырабатывать, опять я уже повторяюсь, какая-то причина должна быть. Помочь гормонами, что это, якобы не заработают. Вот смотрите, гормоны не вырабатываются свои. Это не работает. Человеку даются гормоны, которые, как бы сказать, заменяют те, которые должен выработать организм человека. Естественно, собственная функция по выработке гормонов, зачем она нужна, когда извне поступают гормоны. Она еще более усугубляется. И когда не понимаешь вот этой вот причиной следственной связи, вот получается, что, знаете, люди вот узнали, что есть такие вещи, как гормоны. И значит, вот эти гормоны мы будем использовать, чтобы как бы подпихнуть организм в том или ином случае. Но, получается, совершенно иные вещи, что свой этот аппарат перестает вообще работать, когда на этих гормонах. Плюс идут какие-то побочные действия там. То они там поправляются, то еще что-то там такое происходит. Надо обязательно понимать, а не просто, знаете, вот как бы сказать, принимать гормоны или еще, и тут информации полной нету, отчего это могло произойти. Я могу со своей стороны посмотреть на человека, естественно, опросить его, и тогда какая-то картина составится. То есть при внешнем виде, ну и при, естественно, при рассказе, что там такое произошло. То есть задать те вопросы, которые вот я посчитаю нужными, прежде чем что-то там такое назначать. Как правило, если все было нормально, а потом так, а бац, что-то произошло, это значит, произошло сильнейшее превосплеждение жизненного принципа ветра, над которым надо поработать. Ну и в зависимости от того, что произошло, будет дана соответствующая рекомендация. И тут еще интересная такая была, 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 было письмо, значит, Петрович, после нескольких лет на сыроедении и сильных продолжительных стрессов, бессонницы, вот смотрите, сыроедение, холодное время года, и сильных продолжительных стрессов, бессонницы, то есть это все признаки перевозбуждения жизненного принципа ветра. То есть я как раз сделал два видео об индивидуальной конституции, которая поможет вам разобраться вот в таких каких-то особых случаях, которые практически бывают у каждого человека в жизни. Истончились десна, оголились все зубы, зубы искрошились, сошла эмаль. То есть из-за перевозбуждения жизненного принципа ветра вот так вот с зубами и с деснами происходит. Значит, усыхают десна, естественно, питание не получают зубы, они начинают крошиться и ломаться. И плюс вот этот как раз жизненный принцип ветра, чрезмерная сухость. Когда в организме чрезмерная сухость и холод, сухость и холод, что мы делаем, вы, наверное, видели только, раз, допустим, жидким азотом, там, железо какое-то там облили, или там замок, который это, держит дверь, потом только молотком по нему, так, бах, вдарили, он так, пум, и рассыпался, и скрошился. То есть сухость и холод, две вещи, которые крошат все вокруг, начиная даже от тех вещей, которые вроде бы и не должны крошиться. То есть именно, вот смотрите, несколько лет сыроедения, это перевозбуждает жизненный принцип ветра, то есть человек целенаправленно, якобы, улучшая свое здоровье, не понимая, как работают жизненные принципы, а их вот это вот, ни вегетарианство не учитывает, их не учитывает ни сыроедение, ни ряд других там вещей, происходит следующее, что перевозбуждение идет, далее, сильные продолжительные стрессы, то есть эмоциональные волнения, которые еще, наслаиваясь одно на другое, еще более сильнейшим образом, все это перевозбуждают. И плюс, еще, бессонница добавляется, бессонница может уже быть следствием сыроедения и следствием эмоциональных потрясений, и если на еще добавляется, то есть три фактора уже, то есть одно за другим идет, то это, естественно, разлаживает организм, ну, говорит, вот по полной программе. И, естественно, начинает первым делом страдать, вот его, как бы сказать, основа, это костная система. Значит, что там, оголились все зубы, искрошились, нашла эмак, уже не могу жевать, мне 61 год, мне вот 65 лет, я кое-что тоже там потерял, вы там видели, у меня там с зубами, но тем не менее, я могу жевать. В рационе, смотрите, творог, сыр, сливочное, растительное масло пойдут, сметана пойдет, яйца пойдет, каши должны быть теплые, с небольшим количеством соли, подсаливать, масло лучше всего топленое, в данном случае, что быстрее, сырые, тушеные овощи, фрукты, значит, сырые овощи, убираем, сырые фрукты, убираем, потому что они будут продолжать возбуждать жизненный принцип ветра, вроде бы овощи, но, они действуют, в данном случае, когда не летом, а зимой, они действуют, вот так вот, это удивительно, но, тем не менее, то есть, вот вам эксперимент, над своим собственным организмом, с позиции того, что я хочу улучшить свое здоровье, используя так рекомендуемые, и так логически, как бы сказать, обоснованным сыроедением, пища сырая, ферменты, все там усваивается, ну, самое лучшее, лучшее результат, видите, какой. Так, орехи и семечки, смотрите, орехи и семечки, если орехи и семечки усваиваются слабовато, то есть, в основном, переживали, они где-то так и выходят, значит, их вообще надо очень тщательно жевать и меньше сократить, орехи и семечки сократить, потому что их организм не усваивает, они тоже как-то идут, возбуждая этот самый ветер. Немного апельсиновый сок для витамина С, вот смотрите, апельсиновый сок, он содержит, что он содержит? Он содержит фруктовые кислоты, которые как раз, вот смотрите, что оголили все зубы, зубы искрошились, сошла эмаль, то есть, они сожрали нафиг эмаль. Это у меня было. Я выходил из голода, как там в одной книге было написано по голоданию, значит, на апельсиновом, там соки на апельсинах, там вкусно, там вроде бы понятно, там все там, сахара и так далее. Но вот этот момент, который говорит, о фруктовых кислотах, нигде никто не сказал. И я на третий примерно день после выхода из 18-летнего голодания, который я провел тоже, зимой обливался, аж шкура у меня горела, понимаете, от этого ведра холодной воды, вот, и как бы сказать, вот такой, знаете, не столько даже холод, как вот этот вот, потом жар, как будто себе шкуру сдирают. И все. Я только раз на свои зубы, а они черные, и моли нет. Я думаю, вот это я да оздоравливался. Для витамина С. Для витамина С нормально будет и в тушеных овощах, и в кашах, и в яйцах, и так далее. Овощные соки, и овощные соки, опять-таки, овощные соки, я бы тут лучше посоветовал бы не овощные соки пить, а пить травяные, там, допустим, чаи, которые больше слизи дают. Вот такой вот чай. Ну, там найдете, я сразу не буду там думать, какой там чай, какую-то там слизи там дают, и так далее. Но вот такие, как бы это, чаи. Вот, и буквально-таки горячими их пить. Мясо, рыбу, сахар, хлеб и белую муку не употребляю много лет. Ну, ладно. Ладно. Если у вас так мясо, рыбу, сахар, там, хлеб и белую муку не употребляю, я бы, смотрите, от сахара, хлеба, белой муки отказался бы. Правильно. Рыбу, рыбу бы я иногда бы кушал там. Вот именно так она, знаете, в теплом виде. Вот можно сказать, ушицу похлебать там. Ну, мясо-то уже вы сами там решаете как-то. Как? Ну, в данном случае, для того, чтобы выйти из создавшегося положения, кстати, когда человек там еще что-то там мясо не употребляет, у него там недостаточная витамина В12, наступает вот это вот ухудшение кровотворения, и начинаются действительно вот такие еще вещи. Не употребляю много лет. Я бы рыбу начал. О! Дальше. Применяю уринотерапию и 24-часовые голодания. В данном случае и уринотерапия, и голодание, особенно голодание. Уринотерапия, я не знаю, как там применяют, насколько она применяют, внешне, наружно, и так далее, но она тоже возбуждает ветер, смотря в каком количестве. Одно тело, один глоток, а в другом количестве там. Голодание. Голодание в 100% перевозбуждает ветер. В сухости холод вносит голод. Когда большая масса тела, допустим, человек голодает нормально, он ее в норму приводит. И потом, будем говорить, почему я говорю, с 1 раз в неделю человек переходит на 1 в 2 недели. Для того, чтобы вот этого не произошло, чтобы голод работал нормально, там, как бы сказать, слегка подсушивал организм, значит, делал тело более-менее легкое, но своей частотой не вредил, не вредил здоровью. А тут как раз вот этот голод, оказывается, действует. Тоже мы думаем, голод должен хорошо действовать. Да, вроде столько много информации о голоде, что он там действует. А вот такое чрезмерное его применение ведет к тому, что перевозбуждение ветра, от которого крошатся зубы, усыхают десны, человек не спит, и вдобавок уже стало принимать витамины, кальций и магний. Кальций и магний. Если на фоне всего этого будет приниматься кальций и магний, толку особо не будет. И кальций, и магний, и витамины будут усваиваться нормально, надо уменьшить скорость, которая сейчас в организме перевозбуждена от всех циркуляторных процессов, вызванных ветром, то есть сухостью и холодом. Посоветуйте, как остановить этот процесс. То есть вот она, совершенно иная наука. То есть обычно человеку говорится, и я с этого начинал, все, вот витамины, витамины, минералы, это соки свежевыжатые, а это вот такая вот, да. При этом, мне говорится, если фруктовые соки, значит фруктовые кислоты будут у вас там съедать эмаль. Если, значит, овощные соки, вы там слишком-то много там будете, ну, будем говорить, вот овощные, они более-менее нормально действуют. Ну, но их тоже в холодное время года, когда этих овощей нету, а мы там загружаемся, они способствуют остыванию нашего организма, охлаждению его. То есть это тоже непорядочек бы. Видите как? Поэтому с этими соками, вот будем говорить, сезон каких-то продуктов, допустим, яблоко, свеклы, и вы только раз пьете, а не хочется вам. То есть в день вы выпивали по литру, по полтора, а потом чувствуете, вам не хочется. Ну все, сокращайте, или вообще на какой-то срок отказывайтесь. Вот так вот, несколько, отдалился от темы. Говорят, что вот хорошо сыроедение, вот витаминчики, вот хорошо свежевыжатые соки, витаминчики, все там вода структурирована, вот там все это, самопереваривание, так-так-так-так-так. Но, не владея наукой об индивидуальной конституции, которая к нам пришла с далекой древности, мы получаем вот такие эффекты. В 61 год. И смотрите, есть много, нескольких лет, допустим, человек плачет 50 лет, еще естественный жизненный принцип ветра в организме, он перевозбуждается, что происходит со стариками? Они высыхают, высыхают и скручиваются, то есть у них уменьшается количество воды и количество тепла. То есть человек входит вот в этот как раз возрастной период и все это наваливается, знаете, сразу по многим параметрам. Естественно, такая реакция. Здесь, наоборот, надо сохранять тепло и влагу, но не с помощью сырого, что действует, оказывается отрицательным, а совсем с помощью других. И вот я как раз сделаю вам два видео по индивидуальной конституции. И как я вначале говорил, вернее, женщина писала, что в свое время, в 90-х годах, мои книги помогли женщине выжить и оздоровиться. Так и вот сейчас они лежат в библиотеке и ждут вас, когда вы придете, прочитаете их. Это все-таки вдумчивая работа, а не просто что-то там рассказал, ты быстренько, тара-та-та-та-та, хотя я там уже читал все подряд. Вдумчивая работа. Одно дело ты услышал, другое дело ты с книжечкой почитал, потом еще разок открыл, так ага-га-га-га-га. И это как-то укладывается тебе. То есть вот эти знания, они именно несут более подлинное здоровье, нежели те, которые какие-то новомодные, новомодные, знаете, вот эти вот открытия вам предлагаются. Ага, вот этим займемся, ага, вот этим займемся, ага, тем займемся. Да уже все было давно опробовано и выведено, что надо с учетом индивидуальной конституции действовать вот так-то, вот так-то, вот так-то, а не так, как предлагается, вот там я так-так-так-так-так-так-так. Вот в чем разница между тем, что я вам говорю и между тем, что говорят совершенно другие люди и прочее-прочее-прочее. Я уж не буду. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Малахово! Субтитры создавал DimaTorzok